о чем можно прочитать в моем блоге есть одна тема можно так сказать взаимопроникновение высокого искусства да и массового искусства как например там в книжках бориса акунина мы находим философию лао цзы или конфуция я этим занимался довольно давно и вот эти процессы как раз в таком режиме нон-стоп да мне интересно описывать своем блоге есть такие две тенденции да одна тенденция это когда высокая постепенно становится низким и противоположная тенденция когда низкая постепенно становится высоким взять допустим ну я не знаю beatles да когда-то это была совершенно площадная музыка исполняли там я не знаю на стадионах в каких-то низкопробных концертных залах сейчас исполняют филармониях и консерваториях то есть мы явно видим да что такая некая элитарность она добавилась в рок-н-ролл если взять там обратный какой-нибудь процесс да если взять например ну я не знаю философию платона да или там я не знаю философию какого-нибудь хайдеггера или там жан поле сартра да мы найдем например ну в фильмах тарантино по профессии я на самом деле культуролог историк философии вообще на самом деле я преподаватель маркетологом мне пришлось стать в 90 годы но я считаю да что если у меня есть какие-то достижения в маркетинге там я не знаю бизнес консультирование и прочих вещах то это только благодаря тому что у меня есть определенное гуманитарное образование да и определенное достижение в гуманитарной сфере для того чтобы тебе поверили например продавцы для того чтобы тебе поверили какие-нибудь ну я не знаю руководители необходимо их увлечь тем что о чем они не догадываются ну вот мне очень скучно читать например бизнес журналы когда человек рассказывает в журнале о себе да какой-нибудь руководитель но если честно мухи мрут потому что внутренний мир у него такой же какой внешний у него там ничего нет вот мне так кажется что как раз человек занимающийся продажами человек занимающийся офисной работой он на работе может этим заниматься но это же не означает что он должен быть абсолютно плоским пустым существом да живущим каком-то я не знаю там искусственно придуманным мире похожим на торговый центр человек должен жить в мире который организован как-то иначе что в нем должна быть какая-то другая иерархия смыслов мне кажется что вот открыть в человеке до который работает в современном офисе что-то такое более широкое более открытое более сложное да и в то же время очень четкая определенная да иерархичная с четкими принципами вот это самое интересное и этим можно заниматься в стихах этим можно заниматься в критических статьях этим можно заниматься в бизнес-тренингах какая разница в чем заниматься да но в том числе и в блоге конечно можно этим заниматься что я собственно и делаю чаще всего мне приходится указывать своим ученикам и участникам тренингов на ошибку бояться делать ошибки да нужно все время мне кажется делать новые ошибки и тогда ты будешь что-то про себя понимать как обычно реагирует человек когда он понимает ах вот в какой-то ситуации я поступил неправильно такой-то ситуации там надо было вот так вот сказать на такое вот сделать я вовремя не сообразил и дальше следует вот я там чмо печальное на самом-то деле да то есть умная мысля приходит опасляет и есть лучший опыт то есть твое сознание открыла тебе в данном случае что ты поступил не правильно то есть она выявила для тебя непрекие внутренние грабли на которые тебе наступать не стоит да так ну зачем же ты в данном случае ну себя проклинаешь да наоборот скажи себе спасибо да что я эти грабли сейчас нашел и второй раз я уже так точно не поступлю вот пожалуй вот это самая главная ошибка на самом деле бизнес должен быть человечным и чем более он человечен чем более в нем сильна составляющая заботы о людях реальные ведь но на самом деле чем занимается бизнес он заботится о других людях я однажды на одном тренинге спросил одну сотрудницу значит до сотовая сотовой компании зачем вы работаете в этой компании уже 15 лет вот чего вы достигли ну такую зарплату платят я буду прекрасно зарплату платят ничего великую зарплату вы что за нее работаете она подумала компания хорошая ну такая уж хорошая компания это именно те люди с которыми вы бы хотели всю жизнь проработать как бы нет она замялась да я сказал ну вот ну ради чего вы потратили 15 лет знаете она заплакала она не могла сказать ради вот ради чего да и тогда я вспомнил фразу из ветхого завета не хорошо человеку быть одному да вот это первое определение зла которое в библии присутствует и когда я им сказал не хорошо человеку быть одному она сказала точно за эти 15 лет я столько-то людей подключила ведь они же все перестали быть одинокими вот на самом деле рак то ради чего бизнес существует нормальный бизнес честный бизнес мощный бизнес он всегда человечен только к сожалению у всех хватает айкью эту человечность с ним заметить так не бывает чтобы вот была такая историческая эпоха в которой не было бы такой ну скажем так главной доминирующей философской парадигмы в одно время там мы видим что там это была эпоха гигеля в другое время это была эпоха маркса в третье время это была эпоха нитша и так далее вот конец 20 века после второй мировой войны мир накрыли шапкой постмодерна мало кто понимает что это такое да потому что на самом деле все думают что это такая веселая игра на самом деле вот если говорить коротко да что такое постмодерн постмодерн это управляемое гниение постмодерн придумали в 70-е годы именно для того чтобы как как это сказать увести людей до от идеи вот этой вот но от идеи там я не знаю всеобщей справедливости всеобщего равенства от идеи того что значит творческие люди до что творчество гораздо важнее чем потребление что можно жить вообще ну я не говорю в нищете да но в скромном достатке и быть счастливым и самодостаточным что можно работать ради творчества не ради денег и вот весь этот комплекс идей который на самом деле присутствовал очень многих авторов демократов западного мира и который на самом-то деле был в лучших произведениях там девятнадцатого века восемнадцатого века лучших произведениях нового времени если сейчас говорить об альтернативе постмодерну это альтернатива должна быть очень очень странная то есть ее можно найти например философии жизни где-то да ее можно найти ну в том же марксизме но марксизм конечно должен быть очень сильно пересмотрен просто необходимо заново посмотреть на этот мир понять что он все-таки несмотря ни на что развивается и искать альтернативу постмодерна именно в этом развитии представляют люди которые живут в россии целостную картину есть люди которым вообще все равно где они живут они я боюсь не представляют региональные специфики вот спроси его да там чем тюмень отличается от иркутска он не скажет раньше была какая-то хотя бы деятельностное начало но мы же знаем что например там в туле живут оружейники там да и там производители пряников в рязани другая специфика да там на урале третья это было в ноут в имперской россии да в дореволюционной россии потом как-то советские годы да это немножко нивелировалась хотя осталось сейчас мне кажется вот должно быть такое начало но творческое что ли да но у всех должно быть разные особенности творчества и она есть просто никто его не описывает да и вот задача именно культурной элиты все это дело описать и вот как бы воссоздать вот это вот вот этот новый русский мир да то есть который будет освобожден от власти постмодерна последнее время я держим такой метафорой такой картинкой да мне вы просто хотелось ее описать просто руки никак не дойдут выразить в блоге вот представьте себе я бы сравнил мир с кубиком рубика да ну кубик рубик в чем заключается главная особенность да его нужно собрать людям которые смотрят со стороны да им кажется абсолютно нереальным собрать его да то есть если ты не знаешь как собирать ночью голову ломать да то есть как бы ты и ты просто держишь и все понимаете смыслы и мир смыслов вот он точно такой же да он в нашем мире разбросан везде в стихах в поэзии в политике там в быту в хозяйстве в транспорте в бизнесе то есть вот везде мы видим эти разные цвета и вот задача мыслителя критика философа но вообще интеллектуала и аналитика она в чем заключается она заключается в том чтобы собрать весь этот кубик а нам все время говорят не собирайте вы его целиком до соберите одну грань зачем вы связываете одно с другим не надо связывать не нужно вот мне кажется что все-таки нужно да нужно собрать весь смысл мира и в этом есть главный смысл